Приветствую коллеги, это аналитика валютных рынков и торговая идея от компании Тикмео и с вами ее бессменный автор Артур Эдиатулин. Итак, давайте поговорим про валютный рынок. У нас сегодня состоялись довольно-таки примечательные события, которые определенно заслуживают нашего внимания. Они могут говорить о сдвиге, о смене настроений на рынке. Конечно же, это глобальный масштабный дамп американского доллара. Очень быстрым резким движением он потерял сегодня более половины процента. Падал он как против основных валют, так и против валют развивающихся рынков. Ну, конечно же, исключая рубль, над которым сейчас нависла угроза санкций, против товарных валют и так далее. Далее. Хочу заметить, что доллар у нас лишилась одного из главных факторов поддержки. Это растущие долгосрочные процентные ставки в США, бенчмарком которых, мерилом которых, является доходность десятилетних казначейских облигаций. Вот мы на нее смотрим и видим, собственно, что с апреля она находится в даун-тренде, вот в такой вот коррекции. Это говорит о том, что инвесторы готовы вкладывать свои средства на 10 лет в безрисковые инструменты под меньшую доходность. Они соглашаются под меньшую доходность. Это может говорить о том, что угроза инфляции отступает или пока переходит на второй план, поэтому это позволяет вернуться в банды. Но что самое интересное, что действительно, я бы назвал это странным явлением, до сих пор еще не дал никто интерпретации, сложно дать интерпретацию этому, так это то, что на прошлой неделе у нас вот это движение вниз в доходность, оно совпало со следующими отчетами. Во-первых, это у нас базовый индекс потребительских цен в США за март, который превысил прогнозы, индекс розничных продаж, который существенно превысил прогноз, месячные изменения на 8,4% ВРС. Ну и, конечно же, заявки на пособие по безработице, рынок труда, также который у нас превысил сильно прогноз. В общем, на прошлой неделе у нас вышли очень сильные проинфляционные отчеты, которые вроде бы должны были усилить опасения рынков, в частности, долголового рынка, по поводу того, как будет изменяться инфляция в США. То есть, вот эти отчеты должны были усилить опасения, что инфляция ускорится. И ожидалось, что в таком случае доходность бандов, она подскочит, она отскочит вверх. Почему? Потому что, когда у нас есть угрозы более сильные, более высокая инфляция, инвесторы должны требовать более высокую доходность на свои вложения, правильно? Чем выше инфляция, тем больше разъедательна будет, собственно, доход, который будут получать инвесторы по фиксированным инструментам. Ставка должна была подскочить вверх, но мы видим наоборот, что именно вот на отчете, на данных, здесь, сейчас я точнее покажу, вот это движение вниз, это как раз-таки было на вот этих очень сильных проинфляционных отчетах. И это дает основание полагать, что все вот это дело, оно уже было учтено, все, оно уже заложено в ценах, то, что раньше доходность здесь росла, вот здесь, это все уже рынок тогда учитывал, все вот эти отчеты, вот это ускорение. Поэтому здесь никакой смены ожиданий не произошло, потому что, по всей видимости, это было как-то учтено рынком. Так вот, если у нас ожидания инфляции полностью учтены в рынках, учтены в долговом рынке, то получается, в росте доходности у нас был нащупан потолок, потому что все уже учтено по инфляции. И так как у нас доллар рос на вот этом, на вот этой росте доходности, да, то если мы нащупали потолок, то и у доллара больше перспектив нет, да, дальше движение вверх. Вот, собственно, вот это движение вниз мы видим, и, собственно, доллар лишился основного фактора поддержки, и сегодня его сбросили, без малейшего сомнения, в долларе стало делать нечего. Нас, естественно же, интересует, что будет дальше, правильно? Поэтому мы обращаемся к технической картине, рассмотрим наш технический сетап по индексу доллара. Я напомню, на прошлой неделе мы с вами разбирали следующий момент. У нас было движение вот такое, вот здесь образовался вот такой вот флаг, да, паттерн продолжения, был вот здесь его пробой, и потом мы с вами прошили вот этот уровень. Во-первых, это горизонтальное сопротивление, и вот этот наклонный уровень, мы его прошили вверх. И я говорил, что если у нас произойдет закрепление выше этого наклонного уровня, то это дает основание полагать, что евро возвращают на рельсы восходящего тренда. Почему? Если мы посмотрим более картинку, да, в уменьшенном масштабе, мы можем видеть следующее движение. Смотрите, у нас после достижения локального пика по евро доллару 1.23, он вошел у нас в коррекционный канал. Он двигался в этом коррекционном канале, и так как мы здесь выходим за данный канал, происходит у нас вот здесь закрепление выше этого канала, мы можем говорить о том, что, да, рассуждать о том, что вот это коррекционное движение вниз, оно, возможно, подошло к концу, потому что мы верхнюю границу этого канала пробиваем, которая, собственно, является основой, да, вот этой коррекции. Если мы подтачиваем основу, да, основание подтачиваем, это говорит о том, что вся эта картина вот здесь, она становится неустойчивой, и поэтому мы можем говорить о движении вверх. В прошлый раз никакого здесь закрепления не произошло, мы вышли вверх резким движением и также быстро вернулись. Здесь у нас несколько дней он подержался, на мой взгляд, произошло у нас закрепление, и вот можно рассматривать все-таки возвращение евро-доллару к своей старой динамике, это движение вверх, временные факторы доллара ослабли, отошли на второй план, и поэтому вернулась старая добрая динамика, где доллар падает на расчирение денежного предложения. Вот, но я бы не спешил, на самом деле, сейчас вот прям входить вверх, я бы дождался бы коррекции вниз, технической именно коррекции, почему? Потому что обычно вот такие вот движения вверх на половину процента на валютном рынке, в интродэй, они случаются нечасто. И понятное дело, обычно такие движения, они вызывают, будем так говорить, фиксацию прибыли, и подключаются алгоритмы, которые ожидают, что участники рынка будут делать фиксацию прибыли. Все это провоцирует коррекцию, на которую мы рассчитываем. Я бы ожидал возвращения вот сюда, в диапазон 1,20-50, точнее, ну вот после выхода вверх вот здесь, возвращение сюда в 1,20-50, 1,20, может быть чуть ниже, и уже затем рассматривать какие-то вот покупки с уровнями, с целью вот 1,20-2, допустим, да, там, ну и выше, у кого насколько хватает там горизонта, да, прогнозирование. Вот, я бы вот такое вот рассматривал, потому что, понятное дело, вот такие вот движения каждый день повторяться, наверное, все-таки не будут. Поэтому я бы рассчитывал, что вот будет у нас движение вниз, коррекция, да, какая-то болтанка небольшая, и потом мы уже дальше выходим вверх, уровень 1,20, может быть чуть ниже, отличный уровень для покупки, на мой взгляд, по евро-доллару. Решение ЕЦБ на этой неделе у нас будет в четверг, я бы, конечно же, смотрел за ним. Почему? Потому что, так, сейчас вот здесь вот не видно, давайте на этой неделе посмотрим, вот здесь, да. В четверг, в четверг принимает решение по монетарной политике Европейский Центральный Банк, и нужно понимать, что у нас в марте наметился оптимизм данных в европейских. Если ЕЦБ разглядит этот оптимизм, если будет меньше говорить о необходимости поддержания стимулов монетарных, там, бла-бла-бла и так далее, менее, менее голубинная позиция, да, будем так говорить, если он ее примет, то у евро появится фактор поддержки в виде, в виде менее, будем так говорить, менее голубинной позиции ЕЦБ, если так можно выразиться так. Шансов, на самом деле, предостаточно для этого. Это вот статистика сильная по европейской экономике за март, она дает вот основания полагать, что вот это у нас произойдет дело. А также, также, смотрите, рыбок доллара сегодняшний, он у нас отразился и на фунте. Каким образом отразился? Давайте посмотрим. Значит, смотрите, у нас по фунту, пока я уже это делал, значит, разлинковку, уже у нас даже выше мы вышли. Ладно, значит, смотрите, мы, вот этот рыбок доллара сегодняшний, он, сейчас, он у нас привел к тому, что мы пробиваемся выше, выше вот этого, верхней границы вот этого диапазона, тоже вот этой коррекции, да, которая у нас держалась в этом наклонном коридоре, мы, собственно, пробиваем, и что дает вот возможность рассуждать о том, что коррекция по фунту завершается. И в итоге, да, мы имеем завершение коррекции по евро, завершение коррекции по фунту. Все это нам говорит о том, что, действительно, даунтренд, вот, глобальный даунтренд в долларе, он, скорее всего, возвращается, потому что, вот, по технике мы и там, и там очень важные среднесрочные коррекционные канавы, мы их аннулируем вот здесь, да, мы их разрушаем, как и там, как и здесь. Поэтому, поэтому, на мой взгляд, ну, уже сейчас чуть поздновато, конечно, говорить, да, ну, вот, к 1.40, да, мы присматриваемся, чтобы движение к 1.40, потом к последующему максимуму, пока не будем, да, заказывать наперед на новый максимум. Пока что, вот, вот здесь, да, мы видим, вот, вот здесь основное, понятное дело, сопротивление будет возникать, это уровень 1.40, здесь его меньше, вот здесь оно также, вроде, есть пересечение горизонтального вот здесь и наклонного, также мы, получается, его сейчас прошиваем. Я бы, конечно, подождал, что мы спускаемся к 1.39, прежде чем как-то дальше покупать, но покупки, на мой взгляд, оправданы по фунту, потому что сейчас экономика Британии, она даже лучше себя чувствует, чем европейская экономика, там очень высокие темпы вакцинации, там шанс велик, что у нас будет потребительский импульс очень сильный, который, кстати, отразится в данных, данные, которые у нас будут, значит, смотрите, в среду, это индекс потребительских цен, да, позитивный прогноз, конечно же, позитивный, найдет позитивную реакцию, получит в фунте. Ну и, собственно, в пятницу, в пятницу следим за отчетом, розничные продажи, самый главный компонент потребления есть, там также выше, чем прогноз, это только плюс для фунта, ну, конечно же, можно рассуждать так, что тут это все уже очень сильно, но, на мой взгляд, это движение, скорее всего, не учитывает пока что грядущие данные, фундаментально, это просто вот дамп доллара, который отразился вот здесь в виде ослабления в фунт, в виде ослабления доллара в паре в фунт-доллар. Значит, ну и, собственно, третья пара, которую я бы хотел ваше внимание привлечь, это пара доллар-иена, там также интересная ситуация наметилась, следующая, у нас активно снижается пара иена-доллар-иена, и нужно заметить, что мы вот здесь сейчас приближаемся к наклонной долгосрочной линии, где, возможно, будет какая-то поддержка. Я бы вот здесь, на самом деле, рассматривал коррекционные покупки, если мы вот доходим до этого уровня, это будет 107.60, 107.70. Плюс нужно учитывать, да, вот если базовым моментом брать, мы очень сильно ушли в перепроданность по RCI, да, и это вот еще дополнительное основание рассчитывать на какой-то вот технический отскок, поэтому я вот буду рассматривать этот уровень для каких-то, на самом деле, покупок, по крайней мере, к 108.50, может быть, к 109, ну, посмотрим, как будут события развиваться. Я бы рассматривал вот, собственно, вот здесь покупки. Значит, сегодня мы с вами разобрали три основные пары. Произошел глобальный дамп доллара. Я бы его рассматривал как смену, происходящую в смену настроения. Это будет иметь последствия для рынков, которые не одним днем закончатся. Поэтому давайте будем с вами рассчитывать все-таки на то, что сегодняшнее движение, оно нам сказало, что будет в ближайшее время происходить с американским долларом. Я вижу, конечно же, и судя из анализа, да, я склоняюсь к тому, что будет дальнейшее особление, не сразу, но вот на коррекции, особенно по евро, по фунту, мы рассчитываем все-таки на восходящее движение, ну и как бы ждем, собственно, коррекции, да, на этой неделе, чтобы что-то там искать, что купить. Вот, на этом я завершаю свой обзор. Если вам понравилось это видео, если вам понравился этот обзор, не забудьте поставить лайк, подписаться, если вы хотите видеть новые обзоры, если вам интересно смотреть новые выпуски, пишите ваши вопросы, комментарии, если они у вас есть, буду рад с вами их обсудить. На этом у меня все, всего доброго, торгуйте в профит.